Начинаю запись секретного места. Это называется место иммиграшки в Денпассари или остров Валер. Ладно, выходим отсюда так, как будто ничего не снимали. Смотрите, что я вам сегодня расскажу. Что тут тарифы, да? Так скажем, просто заснимают. Может быть, они не сильно актуальны. В целом, давайте повезу вам информацию расскажу. По визам все так в Индонезии. Вы можете въехать свободно на 30 дней по штампу. Если вы больше не хотите находиться, в принципе, больше заморачиваться и не нужно. Если срок пребывания до 60 дней, тогда вам надо сразу же по прилету в аэропорту найти место, где продают визы по прибытию. Называется это место ВОА, Visa on Arrival. И тогда по окончании первого месяца, ну где-то в конце третьей недели, нужно обратиться в этот миграционный офис. Это на индонезийском так написано, immigration. Вот с другой стороны, там immigration конкретно описано. Вы подойдете в это место, заплатите, уже не помню, сколько стоит правление, 550, по-моему. И тогда вы сможете еще получить дополнительное время на пребывание в Индонезии. 550 тысяч рупий я имею в виду. Либо воспользоваться услугами агентов, которые берут еще сверху не так много. Если я не ошибаюсь, с их услугами это все будет стоить 800, 50, 900 тысяч рупий. Но при этом вы не будете заморачиваться, где и что, как сделать. Вот так выглядит место под, так скажем, домиграшку. Выезд. Давайте еще пройдемся. Какие типы дальше визы существуют? Если люди хотят подольше побыть в Индонезии, на прекрасном Бали, посерфить. Обычно существует еще социальная виза, которая позволяет находиться на территории Индонезии, не выезжая. Потому что виза single entry, так скажем, для однократного въезда. Социальная виза, социальная виза дается срок на полгода. Продление начинается так же, как по визе по прибытию, но только не после первого месяца, не в конце первого месяца, а в конце второго месяца. И продление идут, значит, в конец второго, третьего, четвертого, пятого месяца. Четыре раза. Вот. Принцип один к одному. Но если вы выехали, виза сбрасывается. Такую визу не дают по прибытию. Ее нельзя получить в аэропорту. Такая виза получается в посольстве. Для этого вам нужно спонсорское письмо. Вы можете заказать его в одном из агентств езийских. Главное, наберите визу по прибытию. Или я оставлю социальную визу. Ссылочку в описании. Посмотрите. Вам это будет полезно. Далее. Какая виза существует? Какую я пробовал? Бизнес-виза. Это виза не для ведения бизнеса, а для того, чтобы... Давайте дальше пройдем. Мне нужно пройти в байку. Для того, чтобы вы могли встречаться, ходить на конференции и разговаривать о бизнесе. Такая виза дается... Мне давалось на год. Дает возможность пребывать не более 60 дней. И при этом после нужно обязательно вылететь из страны хотя бы на один день. Получать новую визу не обязательно. И обратно въехать. Можно чаще вылетать. Но срок одновременного пребывания непрерывного на территории Миндонезии не больше 60 дней. В общем-то, удобная виза. Мы ее делали через агента в Сингапуре. Одним днем, на самом деле. Стоило это примерно... Ну, два года назад это стоило примерно 20 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Может быть, чутка на более. Вот так. И вот сейчас я получаю семейную визу под названием КитАЗ. КитАЗ может быть не только семейный. КитАЗ могут вам обеспечить работодатели. Если у вас есть работа, тогда у вас будет КитАЗ с разрешением работы. Мой же семейный КитАЗ не дает мне никакого разрешения работать в Индонезии. Но после второго года свадьбы, официального брака с индонезийским супругом, вы имеете право получить КитАЗ. КитАЗ это уже вид на жительство, дающий вам право работать. Так, в конце этого года, ну, по окончании 12 месяцев, имея КитАЗ, я буду продлевать этот КитАЗ в иммиграшки, не получая никакой дополнительной визы. Так мне сказали здесь, вот в офисе. Еще раз его окинем взглядом. Ну что, друзья, может нудно-занудно, но я пытался окинуть... Ну, дать вам информацию о самых популярных визах для посещения Индонезии. Если еще есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. Конечно же, мог какую-то важную личную для вас информацию пропустить. И вот здесь русский центр для изучения русского языка. Если у вас, конечно, супруг будет, сюда посылайте. А здесь такой монумент красивый. И где фотографируются постоянно какие-то пары. Вот остается действительно смачно здесь делать. Такой черный монумент, красное или белое платье. Выглядит очень контрастно, здорово. Ну давайте, скоро будем ездить по пляжам Индонезии. Какая-то дополнительная еще информация. Подписывайтесь на канал. Может быть, конкретно на плейлист по Индонезии я его создам. И не пропускайте информацию. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok